Здравствуйте. Меня зовут Форест. Форест Гамб. Форест очень приятный парень. Форест не слишком умён, поэтому ему удаётся сохранить определённую невинность. Мама всегда говорила, что о человеке можно многое сказать по его обуви. Форест Гамб очень простой человек, который делает необыкновенные вещи. В ним всё происходит почти случайно. Все хотят, чтобы ты играл с ракетками. Один даже оставил чек на 25 тысяч долларов. Этот фильм хорош тем, что Форест соприкасается почти со всеми историческими личностями и событиями. Рассказывается история, которую мы видим глазами героя, такое полотно американской жизни. Поэтому его интересно смотреть. Ясно, что произойти может всё, что угодно. И не сразу понятно, о чём будет рассказ. Это эпическая история человеческого масштаба. Глазами Фореста Гамба Можешь сесть здесь, если хочешь. Ну что, сядешь или нет? Да. А что у тебя с ногами? Спасибо, ничего. Мои ноги в полном порядке. Зачем тогда ты носишь такие ботинки? Мама говорит, что у меня спина как крючок, а от этих ботинок, от них я буду прямой как стрела. Это волшебные ботинки. Ты что, дурак? Мама говорит, глуп тот, кто глупо поступает. Я Джинни. Я Форест. Форест Гамб. Снято. Сначала Форест Гамб ребёнок, потом он взрослеет. Роберт Зимекис, режиссёр. Он вырос на настоящем юге. Он немного отстал, и у него низкий IQ, но это очень порядочный человек. Вот что это за персонаж. Отдите конфетку. О, спасибо. Я прочла книгу Форест Гамб в 1985 году, и она мне понравилась с первой строчки. А первая строчка такая, быть идиотом – это вам не конфетку съесть. Мама всегда говорила, что жизнь как коробка конфет. Никогда не знаешь, что тебе попадётся. Это грустно и смешно. Я знаю, в жизни редко встречается такой материал. Вот нормальный уровень. А Форест вот здесь. Что вообще значит нормальный? Я читал сценарий и не мог оторваться. Он притягивал к себе, потому что в нём не было типичных сюжетных ходов. И мне просто хотелось узнать, что же будет с этим парнем. Он сказал, я это прочёл. Это против всех известных мне правил кино. Здесь нет никакой общей цели, нет главного злодея. В основе фильма только душа Фореста Гамб. Ты знаешь эту песню, так что просто подключайся. Я не мог себе представить никого другого на эту роль. Том Хэнкс не просто невероятно талантливый актёр. Он придаёт фильму потрясающую тональность, энергию. Вознеси меня всё выше. Окей, окей. Образ Фореста у Хэнкса получился лучше, чем я мог себе представить. Вознеси меня всё выше, о Господь. Форест по-настоящему верит только в три вещи. В Бога, свою маму и в Дженни. Всё остальное должно пройти через три эти сита. В некоторых сценах невозможно догадаться, что использовались спецэффекты. Например, когда Форест взрослый, то есть Том Хэнкс, убегает от парней на грузовике, а они швыряют в него камни. И они не должны его догнать. Может позже, не в начале. Но должны быть совсем рядом. Мы снимали Тома одного, бегущего на камеру. Съёмка проходила на плантации Блав, где мы построили дом Фореста Гампа. Он бежал по прекрасной дубовой аллее. Он сделал несколько дублей. Потом парни на грузовике сделали несколько дублей. Фокус был в том, что в определённый момент Том сворачивал, выходя из кадра. И оставалась только машина. Камера поворачивалась, следуя за машиной. Сначала машина была совсем близко. А после поворота мы уже видим дублёра, который бежит вдалеке и прыгает через забор, если не ошибаюсь. Потом мы обрабатывали маски на ортоскопе. Так что Том бежал один, и машина ехала одна. Тот же приём использован, когда он вбегает на футбольное поле, и все удивляются, как это так быстро он бегает. Мы опять снимали его одного, бегущего по полю, потом машину, а потом совмещали эти кадры. Беги, Форрест, беги! Беги, придурок! Давай, чучело, уноси задницу! Давай, беги, беги! Быстрее! Давай! Давай, Форрест! Беги, Форрест! Ладно, придурок, мы тебя потом догоним. Я буду стоять сзади? Нет, ты будешь выглядывать оттуда. Сзади? Да, сзади, я тебе покажу. А ты стоишь здесь. Смотришь туда, сюда, на толпу. Типа прислоняешься, смотришь на людей. Смотрю на них. Да. Смешной человечек стоит у входа в школу, говорит что-то о сегрегации. А забавно, что там было двое людей, которых снимали на синем фоне. Но их снимали не одновременно, потому что второго охранника в тот день не было. Поэтому сначала сняли Тома. Он сыграл сцену с речью Уоллеса, смотрел на него. Потом мы все обрабатывали так, чтобы перевести цветные кадры в черно-белые, состаренные, с царапинами в точно тех же местах, что и на архивной пленке. Все старые кадры снимались без штатива, так что мы все делали буквально по кадру. Компоновали, размещали эти фигуры в каждом кадре, чтобы все идеально соответствовало. На нашей пленке вы видите встречу генерала Грэма, командующего Национальной гвардией и губернатора Уоллеса. Эти солдаты Национальной гвардии сегодня солдаты штата Алабама. И которую ясно видим сегодня. Угрозу военной диктатуры в нашей стране. Мама всегда все понимала. Ты слышал, что я сказала, Форрест? Ты такой же, как все. Ты ничуть не хуже. Мама для него это поддержка, которую Форрест чувствует всю жизнь. Ее голос дает ему силу, мудрость и любовь безо всяких условий. Мама всегда знала, какой он ее Форрест. И не собиралась прятать его. У моего мальчика будут точно те же возможности, что и у других. Ее слово закон, а ее мудрость настоящая. То, что он всегда мог услышать от мамы истинную правду, было очень важно для его взросления. Форрест, я тобой горжусь. Я всегда видел Салли в роли мамы. Потому что в начале фильма она молодая, а потом должна была стареть. Кроме того, этот персонаж был как-то особенно выписан сценарий, я просто сразу увидел ее в этой роли. Такая маленькая мама родила такого большого мальчика. Знаешь, как было больно. Я дал ей сценарий и спросил, Салли, хочешь сыграть мать Тома Хэнкса? Было интересно, что она ответит. А в одном из фильмов Салли была в меня влюблена. Так что получилось смешно. А Майя закончил колледж. Дело не только в чудесном сценарии, не только в удивительном Бобе Зимекисе. Дело в Томе. Знаешь, я верю, что мы сами творим свою судьбу. И нужно получше распорядиться тем, что дал тебе Бог. А в чем моя судьба, мама? Ты сам должен это узнать. Мы работали с кадрами Джонсона. Старая цветная 16-мм пленка выглядит совершенно особенно. И прежняя задача поместить Тома в старый архивный ролик, причем позади рук Линдона Джонсона. На месте Тома был другой военный. Его надо было убрать, а потом вставить Тома. Такой крупный план мы решили снять заново. Практически все детали в кадре новые. Потом мы вставили голову настоящего Джонсона на теле дублера. Сначала мы анализировали исходный ролик, чтобы соответствовал свет и все другие параметры и элементы сцены. Так, чтобы осталось только выделить голову, наложить ее на тело дублера и синхронизировать. В кадре был неловкий момент, когда Том наклоняется, показывая Джонсону, куда его ранили. Мы решили снять и этот момент заново с наложением головы Джонсона. Проблема была в том, что он должен был выйти из кадра. Нужно было найти ролик, где Джонсон выходит из кадра, чтобы можно было его проследить. Потом мы зафиксировали его голову, чтобы она не двигалась, и наложили ее на другой кадр. И это сразу придало сцене цельность, завершенность. Словно мы нашли неизвестный архивный ролик, и вы впервые видите его. Я слышал, вы были ранены. Куда? Ягодицы, сэр. Сцена с толпой в Вашингтоне требовала тщательной подготовки. У нас была всего пара дней, чтобы снять всю сцену. Большой камерой мы вели Тома. Подъем на помост, развороты, панорама, огромные орущие толпы. А он стоит и смотрит на них. Нам пришлось установить камеру на день раньше и пройти с Томом или с его дублером все движения. Подъем наверх и все точки. Толпу мы поставили на переднем плане. А после того, как сняли основную сцену, весь день переставляли статистов с точки на точку и так далее, пытаясь заполнить все пространство вокруг сверкающего бассейна. Исходно у нас в кадре были только Том, люди на помосте и толпа только на переднем плане. Потом на компьютере увеличивали толпу, размещая ее вокруг бассейна. Для этого делали много кадров у бассейна, передвигая статистов. Вот так исходно выглядел фон, а потом мы переставляли группу статистов в другое место, повторяли строго те же движения камеры, но без Тома и людей на помосте, и делали наложение кадров. Толпа в разных точках и Том на помосте, пока не окружили бассейн с обеих сторон. Вы видите, сверкающий бассейн в тот день не сверкал, так что мы в конце прорисовали на поверхности отражение, чтобы улучшить вид, а заодно и другое небо. И туда. Вот так. Футбольный стадион мы снимали здесь, в Лос-Анджелесе. По-моему, в Восточном университете, очень небольшой стадион. И здесь мы работали так же, как и со сценой в Вашингтоне, только несколько дольше. Пришлось дорисовать остальную часть стадиона, так что он стал выглядеть совершенно иначе. Здесь мы тоже многократно повторяли съемки статистов. У нас была пара сотен человек на весь стадион. Они поднимали карточки, составляли слова «Беги, Форест». Потом мы отсняли остальные сектора с тысячами зрителей. Исходно, на стадионе был только нижний ярус, а мы добавили еще и верхний, тем самым резко увеличив размер стадиона. В фильме есть пара отличных, но очень сложных кадров. Эффекты на них незаметны. На поле мы снимали стедикамом, как Тон бежит на нас с мячом. В паре кадров он полностью компьютерный. Он бежит, хватает мяч и бежит в тоннель, прочь с поля. Камера в тоннеле переходит на рапид, а все, что мы видим снаружи тоннеля, добавлено позже. Толпа, стадион, все это графика. Беги, беги, беги! Глуп тот, кто делает глупости. Здесь занято. На роль мальчика Фореста нам нужен был совершенно особенный мальчик. Майкла Хамфриса мы нашли в ходе открытых проб. Этот парень вырос на Миссисипи, приехал к нам на пробы и просто бросился всем в глаза, когда мы отсматривали материал. Он вел себя совершенно особенно. Мотор. Начали. Мама говорит, что Бог всегда приглядывает за детьми. Я молюсь ему каждый вечер, но, по-моему, он меня не слышит. Ты должна верить в Бога, Джинни. Игнорируй их. Что такое игнорируй? Просто не обращай внимания. Я ни на что никогда не обращаю внимания. Беги, Форест! Беги, Форест, беги! Снято. Хорошо это или плохо, но у нас не было готового шаблона. Как именно должен звучать Форест? Когда появился Майкл, мы все сказали, вот оно. Кого ты играешь? Фореста. Кто такой Форест? Форест Гамп. Я вовсе не выдающийся лингвист, так что был в растерянности. А у него был такой голос, словно он прямо из позвоночника шел. А что говорит его мама насчет глупости? Глуп тот, кто делает глупости. Вот видишь? Ты что, дурак какой-то? Мама говорит, глуп тот, кто делает глупости. Я Джинни. А я Форест. Форест Гамп. Шоу Дика Кэвета исходно снималось на телевидении. Это было шоу Дика Кэвета с Джоном Ленноном. Мы взяли и отсмотрели материал, построили студию, максимально похожую на ту. Каждый кадр компоновался по-своему. Мы пригласили настоящего Дика Кэвета, подмолодили его, чтобы он выглядел как тогда на встрече с Ленноном. Иногда, благодаря точной декорации, мы даже не стирали фон старой студии, комбинируя старый и новый фон, настолько все было точно. Джона не пришлось выделять отдельно, в каждом кадре, и потом вклеивать в новую сцену. Мы меняли движение его губ. И религии тоже нет? Менять было трудно. У Джона совершенно особая манера говорить. Кривя губы. Если анализировать, выглядит очень странно и трудно воспроизводимо. Из-за этого его голос звучит совершенно особенно, если не так движутся губы. А вот он, Форест Гамп. Прошу. Садитесь, мистер Гамп. Форест Гамп? Джон Леннон. С возвращением. Расскажите нам о Китае. В Китае у людей почти ничего нет. Никакой собственности? И в Китае они никогда не ходят в церковь? Никакой религии? Трудно представить. Легко, если попытаться, Дик. Несколько лет спустя этот приятный англичанин шел домой повидать маленького сына, давал автографы. И кто-то пристрелил его без особых причин. Сцену с Никсоном была не проще других, то есть очень трудной. Вырезка из хроники, движение губ, чтобы он сказал фразу про отель Уотергейт. Вклейка Тома в кадры с отелем, фраза о помощниках. Еще у него в руках табличка, которую он вручает Тому, и нам пришлось наложить ее поверх той, что держал Никсон. Все звучит просто, но как трудно было все покачивать и микшировать, менять угол и подгонять. Мы начали с того, что заменили текст на исходной табличке. Далее отъезд камеры и кадр с Томом взамен того парня, что стоял рядом с Никсоном и получал награду. Мы меняли табличку, трясли камеру. Архивные ролики снимались не для того, чтобы рисовать спецэффекты. Камеру держали на плече, постоянный наезд-отъезд, кадр дрожит, объектив 16 мм, огромное зерно. Сделать все это на новых кадрах – невероятный труд, и не только для новой техники. Нам понадобился весь наш опыт подобной работы. Только тогда нас поселили в дешевый отель. А нравится вам у нас в столице, молодой человек? Да, сэр. А где вы остановились? В отеле Эбботт. О, нет-нет-нет-нет, я знаю, отель куда лучше, новый, современный, я распоряжусь насчет вас. Мы с Дженни были похожи, как морковь и горох. Добрая обезьянка. Для Фореста и Дженни необычно было то, что Дженни первая из всех приняла его таким, как есть, без вопросов. Она была похожа на ангела. Вообще-то у меня нет друзей. Наверное, он мне просто нравится. Она единственная, кто принимает его таким, какой он есть, как равного. Робин Райт. Он просто не такой умник, как она, твердит почти все время. У них всегда было нечто общее – невинность и чистота. И это их связывает. Начали! Форест, проснись! Дженни, что ты здесь делаешь? Произошел несчастный случай. А что такое случай? Что ты, чего ты не ждешь? Случаи, они... Случаются. Ты можешь жить у нас с мамой, Дженни. Снято. Когда Ханна подойдет к тебе, ты бросишь камень. Начали! Эй, Дженни, смотри! Я считаю, что Форест и Дженни – типичная для кино классическая любовная история. Это точно был лучший бросок. Такие отношения в начале фильма выглядят невозможными, и именно эта невозможность – основная движущая сила в истории их любви. Если ты уедешь, кто же будет со мной дружить? Мы всегда будем друзьями. Это не просто намек на то, что он влюблен. Сильнее «Должна быть девушка, кто это будет и что они будут делать?» Это часть самой сути Фореста Гампа, часть его истории. Дженни и Форест были созданы друг для друга. Как по волшебству, Дженни – сложная натура, у нее свой путь в жизни. Эти отношения строятся непросто. Форест, ты когда-нибудь был с девушкой? Я всегда сижу с девушками на занятиях по экономике. Я верю в энергетику экрана. Никакие величайшие в мире актеры или сценарии не способны иногда сделать то, что творит эта плоская картинка. Начали! Форест? Привет! 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 Я тебе кое-что принес. Спасибо. Я там съел немного. Мама прислала мне 10 долларов, и я хочу все их потратить на тебя. Иди сюда, давай присядем на минутку и поговорим. Мы ведь друзья, правда? Ты моя лучшая подруга. А ты мой лучший друг. И мне очень приятно, что ты приехал меня навестить. Я только хочу, чтобы ты предупреждал меня, что приедешь, потому что сегодня у меня вечер занят. Эй, Дженни. Привет, Дэвид. Это Форест. О, так мы можем вместе потратить мамину десятку. Я пойду с Дэвидом. Только он и я. Я хочу, чтобы ты понял. Раз я никуда не пойду, мне не нужны мамины деньги. Слушай, оставь себе. Оставь, они нам пригодятся в другой раз, ладно? Хорошо, я сохраню их для тебя. Идем, Дженни, нам пора. Сейчас. Не сердись на меня. Я не могу сердиться на тебя. Стоп, очень хорошо. Том и Робин великолепно играют в фильме. Я был бы хорошим мужем Дженни. Конечно, Форест. Но ты за меня не выйдешь. Я даже встречался с президентом США. Годы в колледже пробежали быстро, потому что я много играл в футбол. Меня даже включили в всю американскую сборную, игроки которой встречались с президентом. Забавно, как Форест непосредственно соприкасается с историческими личностями и событиями. Он сталкивается с Элвисом Пресли, Джорджем Уоллесом, Джоном Ленноном, Диком Кевитом, Эбби Хоффманом и, возможно, даже с Мао Цзэдуном. Он встречается с тремя президентами США. Он встречается с Джоном Кеннеди как участник всеамериканской сборной по футболу. Он попадает в Белый дом, и там столько всего вкусного, и все бесплатно. Если Форест что-то любит, так это доктор Пеппер, так что он налег на него как следует. Стоп. Просто взглотай. Буль-буль-буль-буль. Вот так. Стоп. Начали. Стоп. Этот напечатаем. Давай еще дубль. Стоп. И теперь все вместе еще раз. Стоп. Этот тоже пойдет. Баб, это что, наказание? Эй, раступись, прибыл доктор Пеппер. Я тоже выпью. Стоп. Напечатайте. Поздравляю. Что вы чувствуете, как участник сборной? Парень великолепен. Форест не волнуется, не смущается. Ему просто нужно в туалет. Поздравляю. Что вы чувствуете? Мне надо отлить. Чтобы снять сцену с Кеннеди, нам пришлось отсмотреть много часов хроники с его участием, чтобы найти сцену, подходящую для сценария. Нам повезло, мы нашли его встречу с футболистами в овальном кабинете. Мне нужен план подлиннее. Кеннеди и первый футболист. Фильм у Боба тяжело снимать, он всегда требует тончайших эффектов. И для меня это самое трудное. Вот кадры исторической хроники с участием Джона Кеннеди. Нам нужно сделать следующее. Джордж Мерфи, администратор по компьютерной графике. Убрать эту женщину, проходящую перед Кеннеди, и вставить на ее место Тома Хэнкса. Покажи Тому, как все будет сделано. Вот здесь будешь ты. Отлично, ты стоишь здесь, а потом... Нет. Синхрон. Вот так мы это и сделаем. Примерно так и будем делать. Ты можешь поверить? Ну и как же это я сделаю? Для этого кадра Тома Хэнкса снимали на фоне синего экрана, что позволяет легко отделить его от фона. Видите светлые точки? Это рэперы, по которым можно ориентироваться. Где должна быть рука, где линия глаз. Мы смотрели по монитору и направляли Тому, чтобы он работал точнее. Жми, 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 жми. Пауза. Стоп. Не знаю, что-то мне страшно. Очень хорошо. Все будет в порядке. Начали. Пауза. Жми, 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 жми. Пауза. Стоп. Очень хорошо, отлично. Было удивительно, как легко и быстро Том включился, потому что это очень трудно, и... Чтобы мы не меняли, его рука была точно там, где нужно. Жми, 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 жми. Пауза. А ты можешь соединить их руки? Нам приходилось немного менять положение в руки, чтобы получался хороший плотный контакт. Мы занимались морфингом. Его подбородка здесь, над плечом. Мы многое увеличивали в этих кадрах, так, чтобы Том полностью вписывался в кадр хроники. Добавляли царапины и дрожание его фигуры, чтобы он выглядел так же, как и люди на старых пленках. Мне нравится, как всё получилось. Они не просто стоят рядом, они касаются друг друга, жмут руки, даже разговаривают. Поздравляю. Что вы чувствуете? Мне нужно отлить. По-моему, он сказал, что хочет отлить. Иногда находишь друзей в самых невероятных местах. Меня отправляют во Вьетнам. Пообещай мне кое-что, ладно? Если попадешь в беду, не строй из себя храбреца. Просто беги. Ладно. Мы никогда не хотели, чтобы в этом фильме получилась глянцевая пародия на историю. Раз уж мы собрались снимать войну во Вьетнаме, надо было снимать её честно. Я показывал Вьетнам только глазами Форреста. Мы видим лишь то, что видел он. Во вьетнамских сценах происходит очень многое. Первая из вьетнамских сцен – прилёт Тома и Бубы. Они выходят из вертолёта, камера идёт за ними и вокруг них. Далее следует типичная для Боба панорама, где даётся сразу много информации, и ты быстро понимаешь, где ты. Бобу здорово удаётся, я не знаю как, ставить сцены, где даётся множество подробностей строго в нужный момент. На это он мастер. Отлично. Ты покажи ему. Давайте попробуем. Иди сюда. Работаем здесь. Так, давайте-ка всё это перенесём сюда. Остальные сидят вокруг и помогают им. Мы снимаем панораму, а сзади пролетают вертолёты. По-моему, два-три вертолёта пролетели на переднем плане, чтобы оператор заснял нужное движение. Пока они всё это снимали, я работал с камерой, поставленной за бункером, и снимал свои кадры. Мы снимали телеобъективом летящие вертолёты и их фрагменты, а потом взяли эти кадры и сделали анимацию. Только это не трёхмерные компьютерные модели, а настоящие вертолёты. Уверен, в этих водах полно креветок. Мне все говорили, что из вьетнамцев отличные креветки. Форрест встречает Бубу в армии. Вам, наверное, покажется, что он помешан на креветках. Мечта Бубы – стать капитаном Траулера и ловить креветок, продавать их и наесться ими до отвала. Креветки – это морепродукты. Их модно жарить на углях, варить, запекать. Весь фильм он только и говорит, что о креветках. Креветки с лимоном, креветки с кокосом, гамбургеры с креветками, сэндвичи с креветками. Форрест – единственный там в армии, кто слушает постоянное рассуждение Бубы о креветках. Так что они крепко подружились. Начали! Откуда вы, парни? Из Алабамы, сэр! Вы что, близнецы? Нет, сэр, мы не родственники. Что у тебя с губой? Я родился с большими дёснами, сэр. Так, постарайся её закатать, а то за трос зацепится. Мы использовали вставную десну. Это накладка на нижную десну, которая выпячивает губу. Насколько я помню, это была идея Зимекиса. Отличная идея, без неё бы Буба не был Бубой. Форрест встречает лейтенанта Дэна на военной базе в дельте Меконга, куда он прибывает в 67-м. Гэри Синис. Я его лейтенант. В вооружении пехотинца есть предмет, от которого иногда зависит, жив солдат или мёртв. Носки. Пятка двойная, цвет зелёный. Форрест говорит, что у лейтенанта Дэна в жизни была большая цель. Он собирается либо пасть в бою, как его предки, либо остаться в живых и сделать карьеру, как у генерала Нормана Шварцкоппа. По-моему, отличное начало сцены, когда мы следуем за Томом, и он рассказывает про разные виды дождя во Вьетнаме. Мы видим Тома, и вокруг темно. Только снималось это при ярком солнце. Потом мы сделали всё темнее и мрачнее. Дальше дождь прекращается, и выходит солнце. Мы прекратили этот дождь и вывели солнце. Потом начинается обстрел, и мы добавили анимационный фрагмент. На переднем плане к солдату попадает пуля. Мы отсняли на камеру обстрел трассирующими пулями, чтобы посмотреть, как это выглядит, и проверить, можно ли вообще использовать эти кадры. Они не подошли, потому что пули летят слишком быстро, но мы узнали, как это выглядит, как ощущается в реальности. Потом была сделана анимация. Практически все выстрелы, кадры джунглей, летящие осколки, выстрелы по траве и деревьям, по предметам, всё точно и синхронно, с разлётом осколков. Мы хотели снять настоящие кадры, а не делать бесконечные повторы. И нам вовсе не нужен был взгляд с высока, и очередная оценка того, как и почему там всё было плохо. Нам просто нужна была правда. Приём, докладываю, нас обстреливают со стороны леса! Лейтенант Дэн серьёзно ранен в ногу, а Форест вынес его из-под огня. И после этого лейтенант винит Фореста, что тот помешал ему исполнить предназначение. Оставь меня! Уходи! Оставь меня тут! У пары солдат выбивает большой пулемёт, а Гэри в это время орёт, пытается командовать. Чтобы снять это, мы подвешивали актёров на тросах, и в нужный момент выдёргивали из кадра. Для начала мы сняли с разной скоростью пару взрывов. Просто подрывали пиротехнику и слегка раздували искры ветром. К сожалению, материал был не совсем подходящий, пришлось использовать достаточно плохие манекены, что оказались под рукой, и тоже выдёргивать их из кадра на подвесах. Когда их дёргали, они разлетались на куски. И потом на этой основе мы стали придумывать, что происходило с этими героями. Технология разделённого экрана сегодня намного сложнее, чем 30 лет назад. Парни стреляют, их начинают выдёргивать из кадра, а мы рисуем поверх этого кадра, используя программу Инферно, для скоростной композиции, и добавляем эффект взрыва. Дальше работаем с отлетающими телами. Насколько пламя их перекрывает. Рисуем огонь поверх их тела, используем кадры с разлетающимися манекенами. Тонкий момент, когда фрагменты тел движутся не так, как должны. Потом всё заполняется огнём. Пусть это всего секунды, но эти персонажи глубоко воздействуют на зрителей. Те на короткий миг видят, как застывшие в крике лица охватывают пламя. И это ужасает. Потом наступает настоящее безумие. И оно всё усиливается вплоть до сцены, когда просто все оттуда разбегаются, спасаясь. И повсюду гибнут люди. Том понимает, что должен вернуться за Бубой. Не смей уходить, это приказ! Я должен найти Бубу! Он возвращается, зная, что Дэн отдал приказ на палмовой бомбардировке. И в этой сцене мы видим Тома, который бежит на камеру с Бубой на руках. Мы снимали дублёров Тома и Бубы. Дублёр бежал на камеру, спотыкался, падал, вставал, и тут кадр превращался в кадр Тома, поднимающего Майкл Ти. Он был подвешен на стрелке крана, иначе Том бы его не поднял. Том бежал на камеру, а мы потом удаляли из кадра тросы. После этого была очередь пиротехников. Ребята Алина Холла закладывали огромные трубки с порохом и бензина вдоль всей тропинки. И мы снимали это на все камеры с самой разной скоростью. И вот началось. Бум, бум, бум. И всё приближается к нам. И, наконец, огромный бабах в конце. Огромный взрыв. Пламя с толпом, отлично. Чтобы сделать этот кадр, мы начали с простого наложения. Актёры на фоне взрыва, просто чтобы рассчитать темп. Сначала кадр с дублёрами, потом с бегущим Томом, чтобы рассчитать момент перехода между ними. Рассчитав темп, начало и конца фрагментов кадра, мы перешли к работе с ротоскопом. Мы выделяли Тома и Майкл Ти, удаляя всё, кроме них, даже кусты, перекрывавшие их ноги. Все летящие в кадре самолёты — это компьютерные модели, как и напалмовые бомбы, которые они сбрасывают. Их пролёт синхронизирован со снятыми взрывами. Вот так выглядит окончательное наложение. Здесь уже все элементы. Три самолёта, напалмовые бомбы, которые падают чётко, синхронно со взрывами. Вот бегут наши дублёры, и далее их сменяют кадры с Томом Хэнксом. Всё прорисовано. Старые листья и ветки перед ними убраны, добавлены новые. Всё выглядит так, словно это произошло одновременно. Выглядит здорово. Это отличный кадр. Для меня в этой истории Дэн символизирует покалеченную Америку. Он — это изувеченная часть Америки, часть нашего, моего поколения, эры Вьетнама. У меня было предназначение. Я был лейтенантом Дэном Тейлором. А вы и сейчас лейтенант Дэн. Есть сцены, в которых мы удаляли из кадра ноги лейтенанта Дэна, актёра Гэри Синнеза. Я очень хотел сделать это максимально достоверно, чтобы Гэри двигался, например, у стола так, будто у него культи вместо ног. А если бы его ноги торчали из штанин, как и было при съёмке, он бы просто сбил стол, не смог пройти ногами сквозь него. Это тонко добавляет ощущение правды действия. Если бы этого не было, зритель решил бы, что ноги просто подогнуты или спрятаны иначе. Работа была тяжёлой. Мы заставляли Гэри шевелить ногами, чтобы зритель поверил, что он ничего не прячет. Вот сложная сцена в госпитале. Ничего не происходит, мы просто наблюдаем за ним. Приходит санитар, поднимает его, увозит на каталки. В постели было отверстие, куда прятались ноги. Санитар поднимает его, ноги свисают, ничего не задевая, санитар его уносит. Потом мы убрали отверстие, тени от его ног тоже стёрты. На Гэри были синие гольфы, так их проще стереть из кадра. Ещё мы немного поиграли со складками на простыне вокруг культей. Мы слегка дёргали простыню там, где её должны были бы касаться настоящие культи. Самые удачные кадры, где видно, что ног, правда, нет, это когда он выпадает из коляски. Сцена ярости в тесной квартирке. Там стоит старый столик. Гэри выпадает из коляски, играет сцена, но без таланта, декорации. Он крутится на полу, ноги проходят по месту, где должен быть стол, потом вперёд на зрителя и снова в коляску. Сняв эту сцену, мы вернули стол на место и сняли пустой кадр, декорацию без актёров. Потом стол на компьютере добавили в сцену с Гэри, наложили кадры. Потом из кадра убрали ноги, и так всё выглядит чуть менее искусственно. С ногами такое было бы невозможно. Пинг-понг – это просто, как мух ловить. Не знаю почему, но пинг-понг мне давался легко. Я играл так хорошо, что меня включили во всеамериканскую сборную по пинг-понгу, и мы стали первыми американцами, побывавшими в Китае, наверное, за целый миллион лет. Хотя Том Хэнкс отлично играет в пинг-понг, ему далеко до того, чего должен был достичь Форрест, так что мы использовали волшебство кино. Актёр изображает игру в пинг-понг, а мяч добавляют в кадре позднее. Момент удара по мячу обозначали щелчком, и мы должны были ждать этого щелчка. Приготовились! У нас был метроном, чтобы игроки знали, как добить по мячу. И мы всё время увеличивали скорость, и было нелегко. Я уже начинаю видеть мяч. И, конечно, нанимают чемпиона мира по пинг-понгу, чтобы он играл с Томом. И этот парень никогда в жизни не играл без мяча. Валентино, наверное, чемпион мира по пинг-понгу, и ему было ужасно трудно только изображать игру. Ему пришлось тяжко. Без мяча ему было очень нелегко, но он прекрасно справился. Не знаю, как это получилось, как вообще такое получается. Не знаю, но у них всё получилось. Обычно приходит толпа специалистов от Лукаса и чешет в затылке. Ах, вот как, ну ладно, попробуем. Наша задача – нарисовать на компьютере вот этот мяч и наложить на изображение так, чтобы он совпадал с движениями актёров. Этот кадр был особенно трудным, потому что постоянно менялся масштаб. Мяч прилетал и улетал от камеры. Мы изучали подачу Тома, как он закручивал мяч сверху и рисовали соответствующий отскок мяча. А Валентино всегда отбивал по косой, так что мы в конце концов сделали такую модель, и она прекрасно подошла. Выглядит, будто они по-настоящему играют. Игра в пинг-понг снималась на студии Paramount. Был только один ярус со зрителями. Всё, что выше, дорисовано позже и простроено, чтобы дать ощущение почти бесконечности. Мы в Китае, выглядеть должно, как тот стадион на 100 тысяч человек. Ярусы теряются в темноте, видны только головы. Волна за волной. Почти все они были дорисованы. А добавив чуть-чуть шумов, мы создали иллюзию движения. Я так здорово играл, что пару лет спустя меня включили во всеамериканскую военную сборную по пинг-понгу. Было очень тяжело. Мы просто выматывались, играя в пинг-понг. В ловле креветок я был как рыба в воде. Было забавно, как в фильме Форрест направляется в Бай-Лабатри и начинает ловить креветок. Форрест стал капитаном катера для ловли креветок, ничего в этом не понимая. Лейтенант Дэн обещал ему, что если Форрест займётся ловлей креветок, он ему будет помогать. Эй! Эй! Стоп! Снимем ещё раз. Нет ничего сложнее, чем снимать кино на корабле или просто у воды. Все двигается, все плывет, солнце заходит, ветер дует, мешает течении и так далее и тому подобное. Организация таких съемок – настоящий кошмар. Но дело было летом, в Южной Каролине, вода была теплая, а креветки можно было есть до отвала. А в одной из сцен, Форест и рейтенант Дэн попадают в бурю на своем катере. Тогда Дэн лезет на мачту и бросает вызов Богу, требуя потопить катер. Пора завязывать! Ты или я? Иногда очень интересно вытащить актера на натуру и заставить его играть, например, сцену в бурю, потому что в декорациях все совсем не так драматично. Каждый раз, когда я входил в декорацию, было так – ого, Боб, все намного больше, чем я думал. Обычно, когда снимаешь ураган, все делается в павильоне, строят декорацию корабля, а мы снимали все на настоящем корабле и на натуре, и все за одну ночь. У нас были огромные водяные пушки, дождевые установки, турбины, которые создавали ветер. Он мне говорил, «Это будет здорово! У нас есть турбина!» Вы видите реактивный суперветродуй. Единственный в мире первый прототип. Том, знаешь, что ты должен сделать? Вообще-то да, но когда дадут ветер, я, наверное… Турбина должна была дуть прямо ему в лицо. Плохая новость – у них реактивная турбина. Хорошая новость – я долечу до Атланты на пять минут раньше расписания. Начали! Это было здорово. Ночь была тяжелая, но эту сцену важно было снять. Ты не потопишь этот катер! Дэн решает выйти один на один с Богом в эту буду. Он бросает Богу вызов, требует, наконец-то, стереть его с лица земли. Но Бог не делает этого. Он начинает понемногу исцеляться, и все это благодаря Форесту Гампу. В этом кадре Фореста и лейтенант Дэн ловят креветок. Дэн спускается с мачты. Видите, он спускается прямо перед Форестом, и ног действительно нет. На съемках, конечно, у него были ноги, и мы на компьютере стирали их нижнюю часть, заменяя на фон катера, на руки и ноги Тома. Это было сложно, здесь камера движется, есть задний план, и все непрерывно меняется. Это действительно очень сложная работа. Здесь нельзя просто прорисовать фрагмент катера, потому что в каждом кадре перспектива отличается. А то же самое мы делали и в сцене на корабле, когда он благодарит Фореста, что тот спас ему жизнь. Это важная сцена. Он сидит у борта их катера, который называется Дженни, пересаживается, а потом прыгает в воду. Для этого мы вырезали участок борта, чтобы Гэри сидел рядом с отверстием. Его ноги в синих гольфах проходят в отверстие, как сквозь нормальный борт катера, и потом он спрыгивает на матрас. Воды там не было, потому что нужно было много дублей. Потом целый борт наложили на кадры с Гэри, и отверстие исчезло. Все кадры с ногами Гэри, где штанина завязана узелками, приходилось параллельно моделировать на компьютере. Потом накладывать эти изображения, пряча его настоящие ноги, и создавать иллюзию, что это культя. Еще добавило сложности, что в воду за него прыгал дублер. Это его мы видим в отверстие борта. Форест? Я так и не сказал тебе спасибо, что ты спас меня. Он этого так и не сказал, но, по-моему, он примирился с Богом. Может быть, нас просто случайно подхватило и унесло ветром. Наша судьба зависит от того, как мы реагируем на случайности в нашей жизни. Именно это символизирует перо, летящее в кадре. Оно может упасть где угодно, и когда оно падает к твоим ногам, в этом можно найти множество божественных истолкований. Отчасти это картина о судьбе, о пёрышке, которая несет ветер. И когда оно где-то опускается, то случайно ли? Первая точка. Переходим на первую. Еще раз. Кадр с пёрышком. Самый длинный кадр за всю мою работу в кино. Самый длинный спецэффект в кино. Начали! Настоящего пера в кадре нет. Мы начинали снимать общий план саванния, с крана, очень тщательно прописав траекторию камеры, так что все машины, все актеры должны были двигаться очень согласованно, чтобы камера смотрела в ту точку, которая была нужна. Само перо снимали на синем экране, привязав на тонкой нити и поддували вентилятор. Я почти танцевал с ним, пытаясь снять его в динамике. Я беру перо и накладываю его на снятый фон, чтобы увидеть, как выглядит кадр. Я могу менять размер и положение пера. Могу просчитать его траекторию, откуда, куда и как оно полетит. Так мы можем заставить его лететь, куда нам нужно. Мы хотели добавить мелкую деталь. Когда перо пролетает над машиной, оно в ней отражается. Я пыталась наложить отражение пера на отражение деревьев и других элементов в кадре, чтобы оно не отличалось от них. Немного меняло изображение пера, и когда оно летит над машиной, вы мельком видите отражение. Мы кладем его к ногам Тома, и он его поднимает. Снять это можно было только приклеить настоящее перо к его ботинкам. Так что настоящее перо постоянно было в кадре, а потом мы его убирали. И это было труднее всего. Невозможно провести настоящее перо на протяжении всего кадра и приземлить его точно у ног Тома. Поэтому мы использовали нарисованное перо, которое прилетело куда нужно. Вот настоящее перо. А я кадр за кадром, его стираю, а потом мы делали морфинг, чтобы виртуальное перо превратилось в настоящее с плавным переходом. Вы видите одно перо, а на самом деле их два. Это очень сложно. Перо – символ того, о чем весь этот фильм. Это как абстрактная жилопись. Каждый видит в ней что-то свое. Это значит, что наша судьба – это лотерея. Должно ли было так случиться? Или все вышло так, потому что так легло перышко? Мотор? Начали! Привет, Форест. Привет, Дженни. Я там съел немного. Я так рада, что ты приехал. Хочу, чтобы ты кое с кем познакомился. Ты стала мамой, Дженни? Да, я теперь мама. Его зовут Форест. Прямо как меня. Я назвала его в честь его папы. Ты хочешь сказать, его папу тоже зовут, Форест? Это ты его папа. Форест, посмотри на меня. Посмотри на меня. Хочу тебе кое-что сказать. Послушай, тебе ничего не придется делать, слышишь? Ты поступил очень хорошо. Ты подарил мне жизнь. Разве он не красавец? Я не видел никого красивее. Есть красивая лиричная сцена, где Том, Дженни и маленький Форест идут к дому на плантации Блав, к дому Гампов. Мы снимали их троих, уходящих от камеры. Через месяц вернулись с камерой на ту же точку, чтобы снять, как проходит время, плывущие по земле тени. Есть и моменты попроще. Например, кадр с озером, где пробегает Том. Очень красивый кадр. Мы взяли план неба и сделали идеальное отражение горы в озере. Как это горное озеро, Дженни. Как будто там было два неба, одно над другим. Начали! Я даже не знаю, сколько тебе лет. Сколько? Пять. Тебе пять лет? Да. И тебе будет шесть? Десятого апреля. Значит, в апреле у тебя будет день рождения? Да. И что тебе подарили? Конфеты? Нет. А что там показывают? Чупайдейла. Валу и чёрного плаща и много другого. А чёрный плащ, он похож на Бэтмена? Немного. Хань. Он ходит в шляпе? Посмотри на руку этого парня. Какая старая костлевая рука. Ого, теперь это кролик. Он тени на стенке показывает. Сюда, Хэйли. Смотри на мои пальцы. Гляди, какая у него жуткая рубашка. Снято. По крайней мере, я жил не скучно. Я вернулся, мама. Я вижу. Вижу. Ощущение дома, где он вырос на юге, всё это важно, потому что это важно для каждого. И прелесть кино в том, что оно позволяет нам отправиться в экзотические места, но потом мы всегда возвращаемся домой. Думаю, фильм об этом. О корнях, к которым мы возвращаемся. Первая любовь, первое знакомство с миром. В этом его сущность. И он никогда с этим не расстанется, потому что не стремится стать кем-то другим. Это простая история, основанная на отношениях между людьми. Форест и его мама. Форест и Дженни. Форест и лейтенант Дэн. И Буба. Вот тот цемент, который всё держит. Я считаю, что Форест – это яркий пример того, что наша жизнь всегда ждёт нас. Нужно лишь протянуть руку и взять её. Как он и говорит, глуп тот, кто делает глупости. Так и я скажу, наша судьба в наших поступках. Есть только один путь, но его нельзя узнать, пока не сделаешь шаг. И не слушай никого, кто скажет, что он лучше тебя, Форест. И постарайтесь не делать глупостей. Например, чтобы вас убили. Я не очень умный, но я знаю, что такое любовь. Мама всегда говорила, что жизнь – как коробка конфет. Никогда не знаешь, что тебе попадётся. И взлетал всё выше и выше. И дома внизу стали как кукольные, а люди – как куклы. Что случилось, папа? Ничего, ты замечательно читал книгу. Я правильно сказал? Что я должен был сказать? А, да-да-да-да. Ничего, я только хотел сказать, что люблю тебя. Я тоже люблю тебя, папа. Снято! Субтитры создавал DimaTorzok